Как меня это ужас задолбало! Как я могла попасть в тюрьму, е-мое? Все же шло офигенно! Кто смог выжить в полицию? Как? Получи по своей репе! Как вы могли упустить эту бабку? Поем, поем. Ваша семья уже не платила налоги и долги уже 5 лет. Говорили, что искали ребенка. Ну, а мы не можем. Вам просто так оставить все имущество. Ваш дом мы забираем и сносим под торговый центр. В смысле? В смысле? Под какой торговый центр? Какие долги? Я ничего не занимала. Ну, вот, помню, вы накушали недавно в ресторане на 1 миллион долларов и не оплатили за то, что вы купили. Просто сбежали из ресторана. А, ну, а, да. Ну, короче, если вы не выплатите деньги, мы просто заберем этот дом и здесь построим красивый торговый центр. Ну, а если вы выплатите, то мы просто от вас отстанем. Хорошего во времени. Ну, да, и там еще одежду вам нужно будет вернуть, потому что она вся куплена, е-мое, и вы просто, можно сказать, залога дадите. Насчет этого всего и будете в долгах сидеть. Ну, что, пока что время прощаемся, я ухожу. Блин, что мне делать? Сраные деньги надо отдавать. Блин, а если я дома отдам, то у меня родители дадут смачно к пи... Блин, ну, ладно, придется забирать, отдавать им все свое имущество, короче. Ну, вот, опять я в этом говне. И что мне теперь делать? У меня нету ни дома. Родаки куда-то уехали. Еще этой бабки не хватало бы. Блин, я помню, я дом отдавал полицейскому. Может быть, он у меня примет перекантоваться у него временно. Ай, ноги. Так, ну, вроде он живет тут. Ой. Ах, кто это? Че тебе надо, малой? Здравствуйте, я бомж тот, помните? Ну, смотри, бомж, что мне надо... Че тебе надо? Я вам дом этот отдал. Смотри, е-мое, деньги я заплатил, е-мое, этот отдавай. Нет, я хотела вас попросить перекантоваться несколько ночей, а потом бежать. Нет, е-мое, у меня жена и дети дома, е-мое. Какая перекантоваться мелкому челю, который еще воняет. Уйди лучше. В смысле? Вы же были без жены. Какой у меня всегда была жена, е-мое. За это время уже ребенок, е-мое, жена была. Жена появилась. У меня уже ребенок есть. Как вы че, меня не примите тогда? Нет, я, мой, мой однолетний ребенок, е-мое, будет принимать, е-е-е, какого-то е-мое, и моя жена ему примет какого-то бездомного мальчика. Давай отсюда, шагай. Ну ладно, давайте попробуем. Блин, у меня теперь нет денег, мне, ну, я спрыгну с высокой высоты. Алло, это кто? Давай, ну, не лезешься, внучок. Бомжище ты, маленький домик-то забрали. Может, встретимся, как раньше. Бабка, ты ж в тюрьме. Забежала. Можете тебе еще посылочку с органами твоего дружка привезти. Блин, что делать? Она сбежала! Бабка вот эта, которая несколько лет назад в тюрьму сделала за убийство двух, ой, за одного. Там еще она убила одного сына своего, короче. Да, да, вот так. Мальчик, про какую ты говоришь женщину старых лет? Ни одной у нас женщина больше старых лет не сидела ни одной в тюрьме ему. У нас только есть старый человек, ему то было 31 год, а то это мужчина. У нас ни одной бабушки не сидела в тюрьме ему. Пойми, я это могу понять, потому что я здесь работаю уже 40 лет. Но она мне звонила по телефону вот этому вот. Сейчас я вам номер продиктую. 900-550-909-501-20-56. Вот этот номер. Вот этот номер она звонила. Продиктуйте вот этот номер. Напишите себе в системе. Сейчас наберем. Так, вот набрал этот номер, давай. Неправильно набрал номер. Пожалуйста. Понятно. Вот пацан, ты мне рандомные номера говоришь. Естественно, таких не существует. Свали, а то ему в тюрьму сейчас сядешь, ё-моё. Ну, смысл, ну как, не было, но если она меня своим дедом посадила в тюрьму, убила, и у вас тут пациент, у вас здесь преступник сбежал, вас это не смущает? Ну, никакой бабки у нас не было, ё-моё. Да ты чё, веришь реально в эти сказки, ё-моё? И это, наверное, опять какие-то мошенники. Никакой бабки и не было у нас в тюрьме, это просто миф, можно сказать. Пошли вообще в жопу тогда. Блин, капец, вообще они мне не верят. Вообще, капец какой-то. Они мне вообще не верят. Капец вообще, это как вообще так возможно вообще? Ох, вообще надоели вот это, всё, вот эта вся херня надоела. А-а-а!